Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Центробанк объявил о временной приостановке валютных аукционов на год. Новая мера стала ответом регулятора на чрезмерное укрепление российской валюты, полагают аналитики. Они также предрекают возвращение курса доллара на уровень 57-58 рублей в ближайшие месяцы. Регулятор не исключил, что аукционы возобновятся, о чем будет объявлено в установленном порядке. С помощью этого механизма с декабря российские банки получили 26 миллиардов долларов кредитных средств. Кроме того, благодаря аукционам Центробанку удалось скорректировать рекордный рост доллара относительно рубля в декабре 2014 года. Сейчас регулятор решает прямо противоположные задачи, ослабляя российскую валюту. Спасибо тебе, Центробанк! Граждане России так тебе благодарны за свое обнищение. В апреле ВВП России сократился на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Соответствующая информация содержится в докладе Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике. За первые четыре месяца года ВВП сократился на 2,4%. В ведомстве поясняют, что это связано с падением добычи полезных ископаемых и производства на обрабатывающих предприятиях, а также с негативными явлениями в торговле и строительстве, снижением реальных доходов населения и сокращением экспорта нефти и газа. В министерстве также сообщили, что инфляция в России останется высокой – 7,9% с начала года по сравнению с 3,2% за аналогичный период 2014 года. За снижение реальных доходов населения мы уже знаем, кого благодарить. Мексика потеряла 20% российских туристов. В прошлом году эту страну посетило 80 тысяч российских туристов, 25% из них – жители Уральского региона. Власти Мексики отмечают, что заинтересованы в уральских туристах, поэтому намерены регулярно проводить Дни Мексики в российских регионах. Сомневаюсь, что поможет. Мексике с нашим Центробанком не тягаться. Российский фондовый рынок открылся во вторник в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1625 пунктов. Лидеры роста – бумаги Мечела, ЛСР, КамАЗа, Новотека, Интеррау, Норникеля и Сургутнефтегаза. Среди лидеров падения – Дикси, Акрон, МРСК-центр, НМТП, Аэрофлот, Московская биржа и АФК-система. Повышение на российском рынке происходит на фоне отскока на сырьевом рынке. Торги в США и Европе завершились разнонаправленно. Курс доллара на 2 июня – 52,82 рубля, курс евро – 57,70 рубля. Золото стоит 2016 рублей за грамм, серебро стоит 28,21 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 65,88 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.